Ростов Романов Это мейнстрим То, что менее популярно Это андерграунд Я считаю так С какой целью было объединение Девджой С Газмольдером С какой целью? Будут ли твои вещи продаваться в газовском магазине? С какой целью? С высшей целью это было С какой-то, наверное Сверхмиссия Вещи будут ли продаваться? Но я надеюсь, что да Вот у вас на газе тусуется такая толпа Может вы все ваши газовские тусовки Взольете в аудиторию в большой совместочке Где примут участие все резиденты газа Какой там такой вариант? И какие у тебя взаимоотношения с Таляка, Сака, Васей, Гуфом? Со всеми хорошие отношения Совместку такую Записали Ну не все, правда Витя, Макс, Леха, я На днях записали совместку А вот большая совместка Где все будут читать Я думаю, что такая тоже будет Не знаю, когда это получится Когда все соберутся, сделают Но думаю, будет 15-минутный трек тоже Да, почему нет, круто Как отметили диражение Гуфова? Ну что там тоже было, поэтому мы можем вместе Да это не я спрашивает Я спрашивает Артемий Мирошниченко Очень Артемий 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 очень было весело Мы вообще До утра До утра Ну, диражение Гуфа мы были как в Диснейледи Как будто в Диснейледи побывали Что тебя вдохновило на снятие клипа «Подруг звезды»? Что меня вдохновило? Даже не знаю, сложный вопрос Но что-то вдохновило А почему Айзи играет там? Почему Айзи играет там? Не знаю, спонтанно Варианты были? Вариантов не было, кроме Айзи А сколько времени ты записывал свой альбом «Ремитильный»? Ну, примерно месяцев 8 Потом еще все сводилось, доделывалось Ну, в общем, быстро А «Ремитильный» что значит, аллегория? Ну, там же концепция альбома Типа «Охотник» там с самого начала альбома Преследует там тигра, которого он хочет убить Или как-то там его в живом виде заполучить В итоге он все там теряет У него все Он там в полном амуе Там через какое-то время Под дождем Промокший, разбитый И перед ним появляется тигр Он все безоружный И он понимает, что То, зачем он Гнался Само его нашло, когда он Уже потерял все надежды Вот А «Время тигра» изначально Потому что в год тигра я начал писать этот альбом Концепция потом сама появилась Сама меня нашла Ну, ты так первый трек написал и поел, что это будет альбом Нет, у меня уже были какие-то треки И ты что-то написал, чтобы концептуально дополнил Да, да Я помню В каком периоде жизни был написан альбом карате и в каком время тигра? Что это для тебя на какой-то треске? Похожие чувства были и когда карате писал и когда время тигра писал То есть чувство, не знаю Какое-то Какое-то душевное смятение Карате это было свое смятение Во время тигра это свое смятение Ну, они похожи по периоду записи По жизни, как я жил в эти отрезки А вот два альбома, которые посередине стоят Планета 46 и выход с 7-ты Но они в другое было состояние души и вообще жизни Когда я их писал А карате и время тигра очень похожи по состоянию внутреннему Ну, а пятый альбом будет в каком режиме? Уже в новом вообще То есть у меня как бы сейчас такой, можно сказать, подъем Такой более позитивная серия Хотя много тоже трудностей разных жизненных и всего Но есть какой-то подъем Давно же уже в родине? Да, со школы Со школы Уже сколько лет? Ну, если бы через то, что мне сейчас 29 лет А начал я читать где-то в классе в 10-м, в 9-м То очень, ну, 12-13, что-то в этом роде А какие еще песни и слова «Львов Буся» так летят? Вот, вчера закончили съемки на вторник Сейчас снимаем «Судьбу» Делается «Мистер Винтаж» уже монтируется Из нового альбома трек планируем снимать В общем, в районе пяти клипов сейчас одновременно делаем Интересно Художник должен быть голодным, но только в начале Хотелось бы услышать твое понимание этой фразы И, конечно же, свой пример Ну, пример Много примеров, когда художники, которые очень долго голодают, умирают То есть это логика жизни Голодный художник в начале – это стимул Достижение какой-то ступени, когда он ее достигает У него появляется уже что-то, там начинаются другие стимулы И другие достижения, другие стимулы Не должно все быть на одной волне То есть как бы голодное состояние, оно в начале хорошо Но оно уже не есть гуд, когда это уже продолжается какое-то долгое время Потому что это депрессия, уныние, наркотики и путь вниз На «Рэба» работали ты где-нибудь в офисе? Нет Нигде никогда не работал У тебя не было рабочей рутины, будней? Я тебе могу сказать, что в юности, когда там уже мои сверстники Какие-то деньги зарабатывали, я вообще шатался без денег Одни джинсы таскал там годами Годдем Годдем, да Вот, и ну то есть работать я не могу делать то, что мне не нравится Ну, системная какая-то работа, которая после меня Мне надо что-то после себя оставлять в хорошем смысле А образование? Высшее образование я закончил в университет культуры Специалист Менеджер, продюсер шоу-бизнеса Расскажи, как ты рос? Какое участие принимали в твоем воспитании родители? Занимался ли ты спортом? Если да, то каким? Я занимался каратэ, там разные Долго? Ну, я не помню даже Ну, как ты не помню, там Ну, лет или год или месяц, это же Больше года Я занимался, потом нас выгнали Потом мы пытались вернуться, потом мы забили В общем-то, можно сказать, это все не серьезно было Ну, если бы не музыка, я бы занимался спортом Это точно Потому что, ну, мне нравится спорт Я очень уважаю тех, кто занимается спортом Серьезно посвящает себя этому Рост, как я? Рост, рост Ну, на меня влияние не может оказать практически никто Поэтому, родители на меня не могли оказать никакого влияния Я делал все, что мне нравилось и все, что мне заблагорассудится Рост в Купчино в 90-е Было тяжело, было мрачно, было жестко, но я увидел это И теперь я сравниваю свою нынешнюю жизнь с той жизнью, когда я рос Вы, говоря, воспитали себя в Купчино, да? Ну, конечно, да Да, Купчино, улица, вот это все Ну, как-то, если бы это вопрос, как у нас любимые места в Петербурге Какие были в детстве любимые, какие сейчас? В детстве у меня, ну, не было большого выбора, потому что я постоянно виз в Купчино В юности, в детстве, а сейчас я живу в центре И мне нравится центр, больше всего в Питере Я люблю центр Вот люди спрашивают, куда бы ты отправил их на экскурсию по Питеру Если бы его там, вот я приеду, куда ты не приведешь? Ну, по центру, эрмитажи, экскурсии на катере, центр, центр Я же не повезу тебя в Купчино, ну, хотя в Купчино тоже можно съездить по Нистанбулу и Славу Вот там сейчас нечего особо смотреть, такой рабочий район Вот тут вопрос от мальчика, которого зовут Литрух Литрюх? Да, он меня попросил узнать, почему ты мне звонишь, не заходишь, куда ты пропал? Я вот вчера как раз случайно встретил нашего общего знакомого Он тоже спрашивал, блин, Кирюха скоро наберу, очень вообще извиняюсь за мое пропадание У меня, у меня постоянно, как бы, мои люди, с которыми я общаюсь, дружу, дружил Постоянно меня спрашивают, почему ты не звонишь, куда ты пропадаешь, как бы, ну, это не красиво Даже родственники, которым у меня даже нет возможности заехать и позвонить Я просто погряз в работе Я просто взвалил на себя очень много и мозг не всегда вывозит Но я обязательно позвоню Кирюхе, потому что, ну, давно дружим мы, это действительно, ну, как это не очень прикольно То, что мы так давно уже не созванивались Хотелось бы узнать, какие у тебя были проблемы, проблемы, переживания на первых этапах творчества? С чего начиналось все именно у тебя и как появился твой ник Smokey Mo? Много спрашивают по поводу этого, откуда Smokey Mo появилась Честно, я не помню, кто это придумал, я это придумал или кто это придумал, когда это первый раз использовалось Это реально стерто из моей памяти, я этого не помню, не помню, и вряд ли это кто-то вспомнит Вот, переживания Ну, переживал все то же самое, что переживают люди Трудности, там не было денег, хотелось чего-то, и это было недоступно И я всегда мечтал, что придут времена, когда я смогу добиваться тех вещей, которые мне нравятся Ну и плюс, там, втягивался в разные не очень хорошие вещи в то время, когда... В то время, вот, поэтому еще переживания, эмоции новые появились тогда Ощущения? Ощущения, да, которые дали огромное вдохновение, и потом его забрали Ну, тогда был взрыв, конечно, начало 2000-х В чем ты нашел свою флейву? Откуда все это? Вот твоя харизма, в частности, на твой взгляд Я не до конца понимаю, что флейву Флейву это туз, а харизма это... ну, это харизма Флейву, ну, флейву сейчас как бы новая сформировалась Тузова, вокруг меня, вокруг нас, наша студия Салют Саунд Ребята, с которыми мы работаем вместе Кирюха Седой, Паша Француз, там, Игорек наш, Айсмо наш звукорежиссер, Славик Никого бы не забыть, ну, работаем А по поводу харизмы, не знаю, харизма сама как-то, наверное, появляется Это такое неконтролируемое чувство, состояние человека, артиста Слушая твои тексты, возникает ощущение, что ты увлекаешься какой-то необычной наукой Ну, типа эзотерики, мистики Так ли это? И если это так, то почему ты начал этим заниматься? Что тебе это дало? Ну, я бы не хотел об этом говорить Да? Ну, хорошо. Ну, а что я бы посоветовал почитать из-за первого стиха? Я всегда советую прочитать Роберта Монро Роберт Алан Монро, за время его жизни он написал всего три книги У него всего три книги, и эти книги оказали на меня большое влияние И очень интересно, почитайте Это не бред, это очень интересно Это оттуда число 46? Нет, число 46, была написана песня, я так назвал песню Провел с девушкой 46 часов, посвятил ей песню, назвал ее 46 И неожиданно эта цифра меня стала как-то преследовать И везде посещать Ну вот парня, тут еще тоже, Константин Сайгушкин преследует эту цифру Он два года назад послушал по ИТРА 46, и теперь это число его преследовать стало неким спутником по жизни Да, да, люди, мои знакомые, которые со мной в то время и общались, когда меня преследовало 46 Их тоже, ну, они начинали попадать в этот круговорот этого числа, да, есть такое Это единица получается, да, если их сложить Да, 46, единица, да Скажите, пожалуйста, вам приходят Первый Тебе приходят кусочки текста или отдельные строчки спонтанные, или ты садишься дома утром и пытаешься что-нибудь придумать Всегда было интересно, как люди пишут тексты, песни Вообще по-разному, то есть могу на студии, может прийти, могу, ну, сам сформировывать Вообще по-разному, техника абсолютно свободная, написание У тебя не было желания заниматься, что-то, поиском, талантов, продюсированием, там, в сетях кого-нибудь Ну, так, грубо говоря, вот, это вот, Смоки рекомендую, скажешь, мне стыдно там Было и есть, и вот Дирджойнт Туса Питерская, которая распалась уже давно Но это как раз, она образовалась из моего большого желания Собрать много ребят талантливых и что-то делать вместе Но, к сожалению, не получилось, потому что не было Системного подхода, ну, всех этих вещей, которые я один, ну, не в силах сделать Ну, было интересно, было что-то новое, был опыт Была опять-таки флейва? Была опять-таки флейва, да Я вот такой вот вопрос от себя задам Что тебя вдохновляет вот так вот в буднях, вот именно в текучке? Любовь Любовь? Да Постоянно, есть необходимость любить или быть любимым? Ну, да, есть, да, и когда это совпадает, еще складывается, то это прекрасно И есть, ну, жизнь, есть тогда, происходит, ну, реальная жизнь В чем больше эгоизма, любить или быть любимым? Любить или быть любимым? Я не знаю Хорошо, когда ты любишь и ты любим Тогда эгоизм исчезает Хорошо, а как проходит твой самый обычный день? Студия, кино, кафе, друзья, девушки Девушка Какой вы в нормальной жизни? Нет, я тогда спрашиваю сначала так Какой ты в ненормальной жизни? В ненормальной жизни я на сцене, в самолете, на интервью А в нормальной? Ну, это тоже, в принципе, нормальная жизнь Ну, такая уже, это как жизнь артиста, наверное А в нормальной жизни, ну, я всегда, в принципе, нормальный И нормально себя чувствую Все нормально Часто материтесь? Да, и был период, когда я не матерился И намного себя лучше чувствовал в плане здоровья Сейчас опять матерюсь и очень хочу опять себя взять в руки и перестать материться Кстати, я помню что-то такое из серии, что был у тебя период, когда ты не летал самолетом Не летал, да До какого года? Три года практически не летал Прямо когда надо было? Там 300 концертов отменилось Не летал, да Сейчас опять стал летать И я вообще летаю с пеленок И... Почему не летал? А вот как-то переклинило меня Покурили мы в Пасху Да И ты полетел И я полетел И мы застряли в лифте Опоздали на самолет И нас посадили на такой самолет И с ним начали происходить такие вещи Что я три года не летал Да Ну, сверху так это не было Скажи, а что ты сам думаешь Насчет анекдота Птахи Про то, как ты зашел в магазин И купил мешок картошки и ананас Что значит в твоих песнях постоянно Ана-на-на-на-на-на Ана-на-на-на-на Но это не Птахин анекдот на самом деле Это я А что за анекдот, расскажи Ну, типа Смоки приходит в магазин Вводил там овощной фруктовый Говорит мне килограмм картошки И ананас Мне кто-то прислал Вконтакте этот анекдот Я рассказал Никвану Никвану жутко понравился Этот анекдот Он рассказал Птахе И Птаха его рассказал на камеру И там уже 100 тысяч просмотров На ютюбе этого анекдота С чем связана твоя аэрофобия? А мы уже об этом как раз проведем Она закончилась Можете меня поздравить Если не она Ты давно выступил во Владивостоке Когда тебя сюда занесет Каким-нибудь образом? В этом году У меня будет Небольшой тур по Дальнему Востоку Я с удовольствием прилечу Прилетим И Наконец-то Наконец-то Дадим концерт А расскажи нам Как ты относишься К криминальной субкультуре? К криминальной субкультуре? У меня нет В принципе Таких вот вещей В жизни Против которых я там Настроен как-то Радикально Все имеет место Все спланировано Свыше Так как должно быть Я Я не беру на себя Никаких там Сверх там Этих Что я это плохо Вот это не делайте А вот это делайте Или что-то Зачем? Кто я такой? Я человек Я должен изменить В первую очередь Себя Чтоб что-то вокруг Начало меняться Вот А те кто кричат Куда-то пытаются направить С какими-то криками Там с какими-то Лозунгами Ну это По меньшей мере Немножко Комично выглядит Потому что Понятно Куда там давиться И на что там давиться И Кому это надо И кто Вот Поэтому Я не беру на себя Никаких там Сверхмиссий Потому что Каждый человек Он должен начинать С себя У меня нет пока Такого Личного примера Что я там Добился Каких-то высот Там Просветлился Что вот Рассказывай сидеть Как надо жить Если люди этим занимаются То Это их путь Вот Продолжение Это уже вопросом Как давно ты радовал Своим чтением Арестантов за решеткой Радовал ли вообще? В году В 2001 Мы совместно С телекомпанией ТВ У нас Было благотворительное выступление В тюрьме 10 лет назад? 10 лет назад Да Я был конечно Тогда очень Ну Для меня это было неким шоком Я увидел Как люди живут там Вот И Это До сих пор помню Вот Это тяжело Это страшно Люди в неволе Я не знаю Даже Что Сказать А вот Небоскреб Небоскреб Видел Что люди делают татуировки С твоим изображением Да Как ты к этому относишься? И Какая татуировка Из уже существующих Тебе понравилась Больше всего? Да Есть татуировки У меня есть Вконтакте Альбомы С татуировками Там люди В Питере Есть девочка Катя ее зовут У нее Рукав Мой портрет На руке Очень нравится Татуировка Прикольно сделан Там автограф Мой 46 Красиво Очень сделан То есть Если кому то интересно Можно вконтакте В группе Или на моей страничке Посмотреть В альбомах Там есть Почему ты так Редко улыбаешься? Потому что Хотелось бы чаще Улыбку на твое лицо Потому что Меня так Мало Что-то улыбает Наверное Все больше Не Я улыбаюсь Почему? Но В контексте творчества Этого не делаю? Нет Делаю Ну хотелось бы Даже больше Наверное надо все-таки Заняться этим вопросом И Заставлять себя Не заставлять А что-то находить Какие-то позитивные вещи Которые будут чаще Заставлять Улыбаться На мой взгляд Ты один из немногих Хиспоп-артистов Который Не Не Хулиганил В творчестве Ну были 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 Моменты Ну все равно Интеллигентно Культурно По-питерски Стараюсь 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 А так Чтобы Какой-нибудь Оторли башка Не хотел бы что-нибудь сделать? Хотел бы Я вообще готов на эксперименты Мне нравится Хочется что-то сделать Веселое Можно оттяж Да Да Вот мы сейчас про зиму С Витей Максом Лехой Очень позитивный Такой Улыбающий трек Мне очень нравится Что Груза Постоянного Что Это вот надо Разбавляйте Позитивным Чем-то Ну отлично Вопросов Больше В принципе Вопросов Еще осталась Масса Но мы О них уже будем Говорить В других Контекстах Чтобы Разбивать Эти информационные Поводы Спасибо тебе за то Что ты делаешь Действительно Тех Кто сейчас это смотрит Самопытный Неординарный Человек Очень приятно Иметь с тобой дело На протяжении Более Десятка лет Более Десятка Спасибо Олег Спасибо Пока